Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, как тату влияет на нашу личность. У нас в гостях Наталья Вострикова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с нескромного вопроса, есть ли у вас татушки, потому что так не видно. Так не видно. Вопрос правильный, есть. Собственно говоря, поэтому я и интересуюсь тем, почему мне захотелось в том числе. И почему вам захотелось? На самом деле, по тренировке по разным причинам люди делают. Я в какой-то момент однажды утром проснулась и поняла, что надо. Это была личная история. То есть для меня важно было сделать очень такой важный памятный шаг. Я его сделала. А вот спрошу, насколько это корректно, а вы что, без этого бы шага забыли об этом событии? Нет, не забыла, как раз наоборот. Мне нужно было его пережить. Вот так. А это у вас все татуировки связаны с такими эмоциональными историями? Нет, вот самая первая, это действительно была эмоциональная история, которая помогла мне пережить очень сложную ситуацию. Для меня очень тяжелую. А потом развязались и полетели другие? А потом я поняла, что есть какие-то вещи, которые я хочу, чтобы жили со мной. Вот которые меня дополняют, которых мне не хватает для того, чтобы я периодически смотрела и понимала, что вот тут то самое, что мне нужно. Маленький кусочек какой-то памяти, какой-то истории, что-то для меня важного. А почему люди вообще начали делать татуировки, да, и делают их вот с разной степенью интенсивности до сих пор? Ой, это делают вообще с самых-самых древних времен. И, судя по всему, древнейшие – это где-то лет, ну, 5 тысяч лет тому назад минимум, а то даже и больше. Потому что вот это в Европе 5 тысяч лет тому назад. А если посмотреть на какие древние цивилизации, допустим, тот же самый Египет. Конечно, очень сложно бывает установить технически, что там было, чего не было, но на некоторых мумиях видны татуировки, они относятся еще к додинастическому периоду. То есть это где-то до 4 тысячелетия до нашей эры. 6 тысяч лет тому назад минимум. То есть это древнейший такой способ себя отметить, себя обозначить. А причины разные. Дело в том, что одна из причин, которая, в принципе, приводит к разным модификациям тела, вот именно у древних народов, и можем это проследить так или иначе по современным традиционным культурам. То есть те, кто сейчас ведет такой образ жизни, близкий к древнему, это дистанцировать себя от животного мира. То есть есть животное, есть человек. Я не такой, как животное, у меня есть что-то такое, чего у животного быть не может. И поэтому различные модификации, это может быть совершенно что-то жуткое, типа подпиливание зубов, может быть нанесение рисунка, они обычно связаны, бывают, в древних культурах с обрядом и инициацией. То есть маленький ребенок становится подростком, подросток становится взрослым. Это такая своеобразная символическая смерть и возрождение. И вот с этими обрядами перехода чаще всего и связаны какие-то именно неизгладимые такие знаки разного типа. И они подчеркивают, что ты не животное, что ты вот другой. Это такая первая причина, с которой всё началось. А дальше, конечно, причина мифологическая. Потому что, если говорить о самой древности, то мы сейчас не можем понять, как древние люди воспринимали пространство. К примеру, кто же раньше, Наполеон или Александр Македонский? Македонский. Уверены? Наполеона точно знаю дату с македонским путем, но, мне кажется, македонский раньше. Македонский сильно раньше, это для нас. Потому что мы живём во время, которое мы ощущаем как историю. То есть для нас Наполеон был тогда-то, ещё раньше были другие и так далее, и так далее. А для человека вот такой традиционной культуры понятия истории нет. То есть если бы у него были такие Наполеон и Александр Македонский, то они как бы живут в одном пространстве, в том пространстве, в котором живём мы. И поэтому различные знаки, которые наносились на тело, это именно стремление человека вписаться в том числе в это мифологическое пространство. То есть оно приобщает его к тому миру, в котором он живёт. Мир, в котором нет истории, мир, в котором одновременно есть. И духи, и какие-то истории про великих вождей, и так далее, и тому подобное. И оставляя на своём теле какие-то знаки, человек входит органично в этот свой мифологический мир. А что это были за знаки? Например, вы начали говорить про Древнюю Египет, про мумии. А мумии, причём, так понимаю, были непростых людей. Это привилегированы, мягко говоря, люди. Трудно сказать, потому что на самом деле на сегодняшний момент известно, что практика бальзамирования в Египте гораздо древнее и качественнее, чем нам казалось. И иногда бывает так, что слава сухому климату Египта, там сохраняется многое, даже если специально не стараться. Поэтому бывает сложно определить, насколько знатен и именит был человек, чьё тело до нас сохранилось. А насчёт знаков, то, например, к Египту встречаются самые-самые важные. То есть изображение кобры, одно из важнейших египетских, и изображение быка, то есть животное. Но, в принципе, если посмотреть на всё древнее, чаще всего ранее это различные отдельные небольшие знаки. То есть крестики, линии, точечки. Вот просто какая-то такая определённая маркировка. А дальше появляется уже изображение символов, связанных с культурой. Вот в Египте там лотосы, папирусы, весь стандартный такой вот вариант. Его можно найти именно на телах. Ну вот сейчас люди сами выбирают, что себе на тело набить. А вот тогда, например, бык или змея, как они определяли, что это обозначало в древнем Египте? Судя по всему, исходя из того, что мы можем реконструировать, это зависело от положения человека, от его социального статуса, то есть позиционировали его в обществе. То есть встречаются два человека, они смотрят друг на друга, и они понимают, кто есть кто. Плюс очень много моментов религиозных. В Египте, в частности, очень много татуировок встречалось явно у женщин. Допустим, женщин, которые служили богине Хатхор. Вот одна из древнейших, важнейших египетских богинь женских. Вот женщины, которые служили ей, это могли быть не просто какие-то знатные дамы, допустим, девушки, игравшие на музыкальных инструментах. Вот у них именно татуировки, связанные с богиней Хатхор, они подчеркивают, что они ей служат. То есть они определяют в том числе и социальное положение человека, социальный статус, или какие-то его дела, чем он занимается, или какие-то его достижения. То есть что он такого великого сделал, к примеру. Ну вот мы выяснили вначале, что у вас есть татуировки, но я их не вижу. Вы говорите о том, что в Египте люди по татуировке могли считывать социальный статус человека, их наносили куда? Ну, на лоб, на какие-то видные места? А вот это интересно. Дело в том, что существует две традиции нанесения татуировок, вот именно в плане демонстрации и не демонстрации. Одна из самых первых – это именно, чтобы это было видно демонстративно. Причем чаще всего это открытые части тела, то есть руки, в некоторых случаях лицо. Такие традиции до сих пор есть у разных племен. Вот, допустим, там, это Юго-Восточная Азия, там, полинезийские племена. То есть это фактически такой сообразный паспорт. Где-то в некоторых полинезийских племенах есть даже такое представление, что самое страшное наказание, которое боги могут наслать на человека, это его не убить, а лишить его всех рисунков на теле. И тогда человек остаётся как организм, а личность исчезает. То есть сначала вот такой вариант. Но есть и прямо противоположный вариант, что рисунок наносится как тайный именно на те места, которые не демонстрируются. То есть существует традиция нанесения разных, там, самых разных изображений. Но именно так, чтобы это не было видно. То есть не публично, когда это именно что-то вот. Может быть, тайное, может быть, просто личное что-то. То есть вот две такие разные традиции. И чрезмерно публичное, и наоборот сокрытое. А вот сама методика вот этой татуировки, вы говорите, рисунок, потому что татуировка – это не совсем рисунок, насколько я понимаю. Почти, да. Это там, как она происходила, например, в том же Египте. То есть насколько она отличалась от того, что делают сейчас. На самом деле, принципиальное отличие – это только в 20 веке, когда появилась электрическая машинка. А так всегда делалось с одинаковыми способами. То есть нужно что-то остренькое. Использовали рыбьи косточки, то есть какие-то косточки животных. Чаще всего рыбьи, потому что они максимально острые. И иногда это могла быть отдельная иголочка, чтобы создавать рисунок. Иногда это могли быть определённые шаблоны. То есть вот в тех же самых полинезийских народах у них как такие, ну типа молоточков что-то маленьких, с определённым рисунком. Потому что там есть определённый набор таких вот маркеров, которые человек на себя принимает. А так технология не изменилась. Но кое-что всё-таки серьёзно поменялось. Краска. Вот с краской ситуация очень интересная. Дело в том, что нужен любой пигмент. В принципе, чаще всего использовали сажу. Сейчас-то, понятно, делают пигменты химические. И мы сейчас не обращаем внимания на то, что там в составе. Краска и есть краска. Но у большинства культур очень важен был именно состав этой краски. Потому что чаще всего, допустим, если татуировки были женские, а их было очень много, ну можно даже сказать, что вообще-то большая часть татуировок, как ни парадоксально, а так иначе была женскими. То есть связанная с домашним очагом, с продолжением рода. То там в краску добавляли, допустим, залу из домашнего очага. Чтобы усилить связь. Ритуальная такая вещь. Да-да-да, чтобы усилить связь со своим домом. То есть вот ритуальная, вот момент он всегда был очень-очень важен. Вот сейчас изменилась только вот сама вся машинка, она стала быстрее двигаться. И изменилась краска. Она перестала быть ритуализированной. Не у всех, не у всех. Я так понимаю, если добавлять сажу из домашнего очага, то можно с этой татуировкой долго не прожить, скажем так. Нет, на самом деле, ну, ничто не вечно, но в многих случаях всё-таки татуировка не несёт такого прямо вот вреда здоровья, потому что это поверхностная свой кожи. Но тут есть тоже один аспект. Это выжить-то мы выживем, но это должно быть больно. И вот это тоже очень важная часть именно в ритуальных татуировках. А в чём смысл этой боли? Это перерождение. Потому что любой момент нанесения татуировок, он связан с каким-то обрядом именно изменения, инициации. То есть, допустим, там девушка уходит замуж, она уходит в другой дом, ей наносят определенные рисунки на тело. И она как бы умирает, как девушка из своего дома, и рождается, как новый человек, вот там, допустим, жена в другом доме. Или там ребёнок был маленьким, там чуть подрос, получил право заниматься какими-то вещами, и он как бы тоже символически умирает и возрождается. И вот рождение, оно идёт, и смерть, они идут через определенные физические испытания. То есть почти всегда, даже многие современные татуировщики, ну, может быть, так интуитивно продолжая, это говорит, что не-не-не, обезболиваться не нужно, терпите. То есть вот это отголоски именно того, что в самом процессе человек переживает некое внутреннее перерождение. Но в целом, не таких уж экстремальных вариантов, чтобы долго не прожить, нет. — А насколько вот они были, скажем так, популярны тогда, эти татуировки? Потому что каждая женщина, входившая замуж, или там рожавшая ребёнка, она же себе эту татуировку не делала. Или прямо это повально было у всех, вот, в ритуальной... — Зависит от конкретной культуры. Но, в принципе, вот удивительно то, что, повторюсь, большинство татуировок так или иначе женские, и они связаны именно с богинями, к которым обращались, чтобы обеспечить чадородие, чтобы там в доме был достаток и так далее. И вот у женщин тоже вот это определенные моменты взросления и изменения социального статуса. То есть с рождением того или иного ребёнка нужно сделать определенные отметины на теле и так далее, и так далее. То есть это именно то, что поддерживало, в том числе, такое мифологическое ощущение единства с миром, с предками, с богами. — Вот мы говорим про древнюю, да, жизнь про древний Египет. Если чуть меньше копнуть в историю, перейти к Средним векам, к эпохе Возрождения, просвещения, потом там значение татуировок начало изменяться, людям уже не нужно было себя как-то от животных отличать, и, возможно, уже и в мифы они меньше верили. — Конечно, по-другому. Но вот тут ситуация такая. К сожалению, о Средневековье Возрождении мало информации, просто потому что в большинстве случаев тело было полностью закрыто. Никто так активно не демонстрировал себя. Если помним одежду древнего Египта, там, кажется, есть что показать. Да, а в Средние века лучше ничего. Но были, 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 мы это знаем. Причём самое любопытное, что в Средневековье, в частности, в Европе, татуировка удивительнейшим образом оказалась связана с христианством. — Ну, каким образом? — Парадоксально. С одной стороны, вот в христианстве двоякое отношение к татуировке. С одной стороны, они не поощряются, но это отсылка к Ветхому Завету. Там есть фраза, что «не наносите надрезы и надписи на тела своих память умерших». Но это Ветхий Завет, то есть это вот иудейская традиция. А в христианстве, с одной стороны, вот это же продолжается идея, то есть не нужно Богом данное тело и ничего не нужно трогать. Но когда начинаются эпохи крестовых походов, крестоносец, отправляющийся на восток, у него есть весьма такой ненулевой шанс умереть без причастия и так далее, и так далее. И тогда появляется идея, что нанесённый на тело крест, он, в принципе, равнозначен тому, что крест всегда с тобой. И появляются как раз знаки креста, вот именно у крестоносцев. Считают, что они, возможно, одни из первых, кто вот так вот это использовал. Конечно, они сокрытые, то есть это не на открытых частях тела. И ещё с того момента, как начинает развиваться паломничество, вот святую землю, тоже появляется христианская татуировка. То есть человек отправляет в паломничество, он должен искупить какой-то грех. А как доказать, что ты там был? Мама ли, может быть, ты там полгода где-нибудь у соседей сидел в подвале и прятался от всех. И те, кто ходил именно в святые места, но самое важное, это, конечно, Иерусалим, гроб Господень. Потом из такой второй точки – это Рим, но и из французской – это Варетта, там, куда по преданию дом Девы Марии перенесли ангела. И вот в таких местах как раз и делались отметины на теле, говорящие о том, что человек здесь был. И такая традиция, допустим, у паломников святую землю, она до сегодняшнего дня сохраняется. То есть есть и заранее заготовлены такие штампики в виде креста, цифрок, которым ставят рисунок, и затем этот рисунок, соответственно, уже татуируют. А уже с тех пор можно было как-то отличить руку мастера, который сделал это в Иерусалиме, а не в соседнем подъезде условно? Ну, в те времена, в принципе, мастеров в средние века, если говоря, мастеров, которые этим занимались, их было не так много. То есть на такое шли только те, кто действительно оказался в Иерусалиме. И, разумеется, если, ну, сколько раз в средневековье человек мог отправиться в Иерусалим. Обычно один, хорошо, если вернется. Поэтому это еще для самого человека свидетельство того, что вот он там был, и это действительно было паломничество Святой Земли. То есть там древнейшие такие условные тату-салоны, назовем их так, в том же самом Иерусалиме, относятся, их история тянется с 15 века. Это я правильно понимаю, что в 15 веке начали говорить о татуировке как о некой красоте и украшательстве, или это позже возникло? Нет, вот это уже позже. То есть изначально татуировка была нужна, вот как знак того, что ты был на Святой Земле, то есть там Иерусалимский крест. А как украшательство? Вот в Европе она достаточно быстро уходит, вот эта вот идея, что это красиво. Возвращается в европейское, то есть мы не знаем, к сожалению, у нас нет какого-то объема сведений про возрождение, там про 16 век, просто информации крайне мало. Такие вещи, скорее всего, они были. То есть, судя по всему, они не могли не быть всего самых разных, причин социальных и так далее. Но это все скрывалось одеждой, и поэтому у нас никто не оставлял подробных описаний, что я себе где сделал. А вот уже более такие детальные истории, они начинаются с того момента, когда открывает новый свет, и далее везде. Когда знакомятся с племенами различными, в большинстве случаев, это американские племена, там Северная и Южная Америка, все так или иначе имеют какие-то рисунки на теле. Там, допустим, даже сам, ну, допустим, Канаду, если взять, там, самые северные племена, там фактически у всех, там инуитов и так далее, у всех рисунки на теле. И когда европейцы, уже немножко как бы подзабывши, ушло это вот в такой вниз, вот эта история, когда заново это открывают, вот тут потихонечку начинает восприниматься это как, окажется, это не просто что-то дикое, окажется, это тоже может быть красивым. Но это фактически только, вот осознание красоты, оно где-то к концу 19-го века приходит. А если вот рассматривать тату как некий предмет для исследования ученых, вот какую пользу он сегодня приносит ученым, что он может рассказать о той или иной эпохе? Это, конечно, кладезь для этнографов, потому что по татуировкам можно, во-первых, даже вот сейчас, глядя на какие-то старые рисунки, гравюры или фотографии, там, сделанные в прошлом веке, можно определить, к какому племени принадлежал тот или иной человек, который там приехавший этнограф зарисовал, не зная, что это такое, а поделить именно по его рисункам. Вот по таким рисункам можно определить, узнать какие-то мифологические представления. Если что-то, какие-то осколки мифа сохранились, то исходя из тех рисунков, которые использовались или использовались по традиции до сегодняшнего дня, можно вот что-то реконструировать мифологическое. То есть это практически такой личный мир каждой культуры. Вот это наносимая татуировка. И именно в таком ключе сейчас в некоторых малых народах есть такая тенденция это возродить. То есть этим занимались наши предки, нанося определенные символические рисунки. Мы там, уйдя в такую цивилизацию, все это забросили, но это нужно сохранить. И у многих представителей таких вот небольших коренных народов, ну вот чаще всего это какой-то север Канады, вот там это встречается, вот такое естественное стремление сделать так же, как делали наши предки, чтобы эта история продолжалась. А вот, например, наши народы севера, вот у них какие-то обрядовые татуировки были, и сейчас они как бы сохраняются? Они есть, да. В том, про Канаду все говорим? Нет, ну я имею в виду весь вообще север, да, просто там Канада была первая, кто так активно исследовался. Да, они есть фактически у всех народов. Трудно найти, наверное, вообще на земле народ, который когда-либо не занимался именно модификацией тела. Чаще всего это несмываемый рисунок, потому что это самая большая ответственность. И иногда его ещё надо заслужить. А у людей в то время не было возможности татуировку свести? Нет. Пытались, вот когда были какие-то татуировки несоответствующие, иногда, ну, единственное, что можно было сделать, это какие-то ожоги. А так нет. В принципе, и сейчас свести татуировку, это непростая история. Поэтому вот это именно маркер того, что это ответственность. И ты несёшь за это, собственно говоря, ответ за то, что ты сделал. В плане таких именно ответственных вещей относительная современность — это копты, египетские христиане. Простите, мы опять в Египте. Но уже почти современно. Копты — христианская община. И, допустим, ну, сейчас в этом плане всё свободно, но если бы вы в середине прошлого века, где-нибудь в годах 50-х, оказались в Египте и решили пойти на службу в коптский храм. Не пустят. А вы ручку покажите. Есть крест на руке? Тогда идите. То есть вот у коптов вытатуированный крест на руке, и всё. Что бы ни случилось, ты христианин. И ты уже не сможешь от этого отказаться. Это ответственность. А были ли тогда татуировки у каких-то, соответственно, народностей, которые говорили о том, что с этим человеком лучше не общаться? Ну, как проклятие, как человека в низшую касту татуировка отводила. Да. И это тоже было всегда. И вот именно в этом контексте у нас до сих пор живёт слово «стигма». Потому что слово «тату» — это Кук привёз из своих путешествий. А вот слово «стигма» — это именно римское название знака на теле. И очень часто преступников или вот людей, ну, допустим, если раб уже там пятый раз забежал, его пятый раз поймали, то, разумеется, нужно его как-то пометить. И появляются вот определённые такие знаки. Чаще всего это вот то, что нельзя скрыть, то есть это лицо. В Риме относились к татуировкам вот примерно как к чему-то стигматизирующему. Вот до сих пор значение слова «стигма» сохранилось в нашем языке. И, в принципе, во многих случаях татуировка могла быть сделана именно так, чтобы маркировать человека как недостойного. То есть есть татуировки, которые надо заслужить, а есть те, которые... Вот так получилось. А что это вот за примеры, если можно привести, что рисовали на теле, говорящие о недостойности человека? Чаще всего это какие-то буквенные аббревиатуры, то есть которые обозначали то, в чём человек провинился. Здесь я позволю себе прям нырнуть в Россию резко, потому что в России тоже это было, и ставили... Да, именно как клеймо. То есть у каторжников на лицах именно ставили такое клеймо татуировки, чтобы было понятно, что этот человек, допустим, вор. Или что он такой вот каторжанин такой масштабный. Это, конечно, не всегда было. Или ещё такая относительная стигматизация. Это при Петре началось, когда тех, кого брали в рекрутое, им тоже ставили отметину, чтобы было понятно, что этот человек должен воевать. И отсюда, кстати, вполне такое естественное народное отношение к Петру, как к антихристу. Потому что он ставит знаки на людях. То есть маркировали тех, кто вот... Всё, ты военный, ты уже не можешь сбежать. То есть куда бы ты ни оказался, все понимают, что ты сбежал. То есть вот в таком ключе тоже всегда были знаки. То есть они просто такие, которые нельзя скрыть. А насколько, может быть, в одной стране в разное время либо в разных странах в одно время эти знаки могли обозначать что-то абсолютно разное? Вполне. Вполне. Потому что в каждой культуре складывается свой определенный язык. И носители культуры этот язык сочетать могут. А носители какого-то другого культурного кода они просто не поймут, о чем речь. То есть это связано чаще всего с какими-то религиозными представлениями вот в базе, допустим, в та же самая японская татуировка. Там огромное количество символов, которые считает носитель японской культуры, который поймет, что этот человек хотел сказать и что сделал. А мы смотрим, красивая картинка. То есть, в принципе, это очень зависит от культурного кода того или иного народа. А он еще со временем может меняться, потому что могут какие-то дополняться истории. В каких-то сферах татуировка может уходить, в каких-то наброд усиливаться. Ну вот не секрет, что, допустим, если мы вернемся к родным пенатам, то вот этот момент криминальной татуировки достаточно так активно существует. То есть первая ассоциация у большинства русскоговорящих людей, давайте скажем так, что-то такое криминальное. Мы это даже не знаем, визуализируем, вот в первую очередь. Но спросите какого-нибудь жителя Южной Америки, для него это совершенно никаких ассоциаций не будет с этим. Поэтому зависит от конкретной культуры. А есть какие-то примеры? Вот вы говорили про крест, как пропуск в храм, в одной культуре. Ну а что он мог означать в другой, например? Ну крест вообще символ универсальный, он практически у всех встречается. Поэтому такого, чтобы вот прям четко у одной плюс, у другой минус, наверное, такого стопроцентного пересечения вряд ли будет. Потому что есть какие-то небольшие нюансы. В другом месте чуть другая форма. То есть из серии придраться, конечно, можно всегда. Но вот стопроцентного попадания это очень маловероятно. А если говорить про современность, то в каких странах к татуировкам особое отношение, где их может быть больше, где они не приветствуются, может быть, они где-то запрещены вообще с законом. Ну, смотрите, здесь если говорить о большее, то мы скажем про Америку, потому что бум во многом начался там. Вот именно такой в 20 веке масштабный подъем именно искусства татуировки в плане вот общего. А с чем это связано? Просто массовое искусство? Это связано сразу с несколькими фактами. Во-первых, это моряки. То есть, в принципе, считается, что традицию татуировки в современный наш мир во многом принесли моряки. Отправлялись куда-то там далеко, они сталкивались с народами, которые выглядят очень необычно, и зачастую хотели что-то на память. А что ты на память привезёшь? Какую-нибудь деревянную маску у него купишь? Ну, это как бы странно. А именно что-то такое вот я там был. Постепенно появляются какие-то традиции, то есть, допустим, маяк пересекает экватор, и, соответственно, по этому поводу тоже что-то. И моряки, считается, что именно они стали такими первыми двигателями. И поэтому появляются мастера, которые там работают именно на вот эту публику, и постепенно, постепенно это становится более или менее социально приемлемым. И если говорить об американской традиции, там не было такого сильного акцента на маргинальность этого. К тому же, если говорить о 60-х годах и так далее, там вот эта абсолютная свобода, такой дух бундунный, бунтарства, который тоже привел к распространению татуировок. Вот там достаточно так вот, ну, меньше каких-то отрицательных аспектов в этом плане. А если посмотреть, например, на Японию, то в Японии отношение очень двоякое к татуировкам и в плюс, и в минус. Были периоды, когда в японской культуре эпоха эдо, там татуировка была очень широко распространена. То есть, делали многие, и это можно увидеть по гравюрам, и зачастую эскизы делали мастера гравюр, то есть профессиональные художники. Но потом, со временем, были введены запреты на эти татуировки, и сейчас, соответственно, до сих пор, сейчас постепенно чуть смягчается, но в целом в Японии, ну, я думаю, что это общеизвестный факт, что в общественных банях тех же самых татуировки или заклеивают, или если заклеить не получается, лучше не ходить, потому что они ассоциируются именно с криминальным миром в Японии сейчас. Ну, у нас с криминальным миром тоже много татуировок ассоциируется. Да. Ну, к нашему мы вернемся. Вот вы рассказали, что в Америке уже в современности это искусство зародилось. Я понимаю, сместился вектор, если в древности это были женщины, по большей части, то теперь это стали мужчины. Я бы не сказала, что там так резко и женщины, и мужчины. То есть, если говорить, там тоже нужно немножко такое провести различие, потому что были люди, которые делали татуировки зачастую даже на все тело, но это было связано с таким, с публичными, это были различные шоу, цирки, странствующие и так далее, и так далее. Посмотреть на целиком татуированную женщину, ну, всем любопытно. Вот. Но в целом это делали в том числе и женщины совершенно обыкновенные. То есть, не было какого-то такого сильного смешения. То есть, и мужчины, и женщины. Тут трудно провести, сказать, что прям резко только мужчины начали. Утратила татуировку в свой сакральный смысл. Она просто постепенно превратилась в сначала свидетельство своего такого бунта. То есть, я сделаю вот так, как не делают обычные люди, вот я не такой. А потом она просто стала косилой. То есть, получилась исключительно эстетика. Кстати говоря, первые мастера в древности, когда татуировка это было что-то мифологическое, несло какой-то сакральный смысл. Кто их делал, эти татуировки? Это были просто художники либо монахи, какие-то священники? Особые люди. Особые. те, которые имели на это право. То есть, это не просто вот я пришёл и неожиданно захотел. То есть, это фактически как какие-то вот оплённые служители культов и так далее. То есть, иногда даже бывало так, что татуировки, разные люди могли делать татуировки людям разного статуса. То есть, кто-то может делать татуировки простолюдинам. Кто-то имеет право делать татуировки знати. Потому что там другие символы, нужно по-другому к этому относиться и знать более сложную такую символику. До сегодняшнего дня, если мы посмотрим, к примеру, на Таиланд. Там вот именно традиционная татуировка, которая включает в себя буддийские мантры и так далее, её делают монахи. Потому что это именно их дело с определёнными ритуалами. Они наносят защитные, охранительные или какие-то приносящие удачу знаки на тело. То есть, это всегда был человек немножко особого статуса. Потому что и самой приготовления материала, то есть, инструменты сами и приготовления красок, в большинстве случаев оно было таким неким священным действием. То есть, его не мог сделать обычный человек. Фактически, это такие вот те, кто максимально связаны с проведением сложных ритуалов. Мы начали разговор про отношение к татуировкам в современности в разных странах. Сказали, что в США зародилось. Вот если говорить про другие страны, как оно пошло, полетело, и насколько разные может быть отношение к татуировкам в этих странах? Ну вот, зародилась в Англии еще достаточно, вот эти две такие локальные точки. Ну и постепенно, если мы говорим в 20 веке, постепенно все-таки происходит такое большее единение традиций, и татуировка так равномерно равномерно расползается. Если мы говорим, допустим, о банглоязычных странах, то примерно вот так все одинаково. Тем более, что в некоторых случаях получалось так, что татуировка апеллировала неожиданно к очень-очень древним корням. То есть, фактически, в 20 веке везде, где татуировка появляется, она вот когда-то всегда была. Кстати, а всегда была, я думаю, знакомое всем название племени пикты, одно из, да, европейских племен. А откуда название? Это же не самое название. Пикты. Пиктограмма, что ли? А, рисунки. Да, у них были разрисованные тела. Вот, и поэтому, в принципе, происходит такой, ну, волнообразный процесс, то есть то, что возвращается к татуировке, в этом нет ничего удивительного. Но единственное, что вот уходит сакральность, и постепенно это распространяется, значит, Америка, Европа. Вот, в России немножко своя история, потому что вот татуировка долго была связана именно вот с таким криминальным. И совершенно другая история в Японии. Ну, и плюс, вот если берем Восток, берем именно вот Юго-Восточную Азию, то там ничего не менялось. Там до сих пор татуировка именно ритуальная, то есть связана с вот, как она была в древности, с твоим отношением к миру, с твоим положением в социуме, она так живет до сих пор. Если Юго-Восточная Азия, если заглянуть, в Австралию туда. То есть три таких вот можно, ну, несколько вот англоговорящие страны, там вот именно мода, российская традиция вот со своей спецификой вот этой криминальной, и, соответственно, вот азиатская часть, там до сих пор все продолжается, как оно и было. Если к нашей стране перейти, да, вот, ну, там Россия, до этого Союз, может быть, там царские времена в нашей стране, когда она к нам заехала? Про Петра уже рассказывали, что он военно наносил татуировки? и тогда, соответственно, вот это было такое отношение настороженное. Достаточно быстро отменили потом вот этим катаржанам татуировки. В России первые салоны официальные, там, с прошением об открытии, это конец 19 века. То есть официальное обращение к там правительству города с просьбой открыть салон с нанесением рисунков, то есть мастера там где-то учились и так далее, и так далее. То есть раз такое есть, значит, потребность была. А что в 19 веке набивали? Или как правильно, я говорю, набивали, рисовали, как правильно вообще говорить? Ну, вот тут трудно сказать, потому что в основе всего рисунок. Иногда рисунок делается на основе каких-то штампов, то есть вот заготовленных штамп, и затем иногда художник пускается в свободный полет. Но на самом деле в моду отчасти приходит вот в том числе благодаря путешественникам. Рубеж веков мы открываем Восток в том числе, в моде всякие японские мотивы в том числе. До сих пор роглифы набивают, по-моему. Ну, там обычно всякие драконы, что-нибудь вот такое, да, потому что с роглифом надо быть осторожным. Вот мало ли что там. Да, в общем, с любыми инокультурными вещами надо быть очень аккуратными, потому что нужно очень хорошо представлять, что они из себя любляют. Либо никуда не выезжать. Либо никуда не выезжать. Вот. То есть потребность была. Судя по всему, что мы можем сказать? Явно важную роль играет имя. То есть имя человека или имя какого-то важного человека. О! Вспомните, знаете, что? Фильм «Высота». Ага. Вот там есть эпизод, он так проходит вскользь, когда у главной героини на руке имя, и ее спрашивают, она сама делала? То есть вот момент. То есть это в определенный период, где-то годы в 30-е, даже уже в Советском Союзе, просто была мода на это. Ты не понимал, зачем на костяшках мужчины набивали Вася и вот это вот все. Не знаю, наверное, чтобы не забыть, если что. Не знаю. Но это уже вот, это уже такие отголоски общей моды. Типа все побежали, я побежал. То есть вот такое. А, например, какие-то известные личности, имперские особые, вот у кого из них были татуировки в нашей истории? Мы точно знаем, что Англия. То есть как раз представители английского королевского дома отправлялись туда, вот в Японию делали татуировки. Ну и есть там парочка таких мутных фотографий, и мы с определенной долей вероятности, давайте так аккуратно скажу, можем говорить, что у императора Николая II тоже был рисунок, была татуировка, сделанная во время его путешествия на восток. То есть нашим мастерам они не доверяли только... Нет, просто там это было очень развито, и там это было именно уже давным-давно сложившееся искусство. И там еще было не так-то просто уговорить мастера сделать иноземцу такой рисунок. А что у Николая был за рисунок? Вроде бы там у него и у принца Георга одинаковые, вроде бы там был лев. Там есть несколько фотографий таких вот, что касается Николая, там чуть-чуть видно, но мы знаем, что она была, что он об этом говорил, относился к этому нормально. То есть вот именно именно восточная как вот оголоска такого путешествия. Но опять-таки это те места, которые не публичные, не видны. То есть это делается для себя. Ну как-то Николай запустил ту моду на татуировке? Нет, нет, нет. У него просто... Это просто под такой факт. А вот мода постепенно... Как бы она, наверное, была так или иначе... Интерес к этому был всегда, потому что это очень ответственный шаг, сделать что-то навсегда. Согласитесь, слово навсегда, оно обычно так немножечко пугает. Поэтому это меня лично пугает. Это нормально. Хорошо. Тем более сейчас, когда татуировка это про красивое, а с возрастом наше тело становится менее красивым, ну понятно, по физиологически, и сползающие татуировки, как-то расплывчатые персонажи. Ой, а без татуировки вы будете Аполлоном. Ну у меня такая... Я такую надежду могу по крайней мере питать. Вот, как оно будет. А в нашей истории вы говорили, что татуировки, это как-то они чуть-чуть по-другому повернулись, и татуировки криминального мира, да, вот, очень распространены. Когда вообще криминальный мир вот обзавелся с этими татуировками, как они в него попали, и что, может быть, какие-то примеры самого необычного набивали, что это тогда или сейчас значило? Были всегда. Вот как раз особенность татуировки, вот это, в принципе, очень древняя идея, что маркируется человек, принадлежащий к определенному, определенной социальной группе, и неважно, что это, это какое-то религиозное община, это там тайное общество где-нибудь там в Африке, поклоняющийся какому-то конкретному богу, или это какая-то сфера криминального мира, то есть это то, что человека четко маркирует, обозначает его социальное положение. Поэтому это естественно, что в криминальном мире татуировка всегда была во все времена и у всех культур, то есть здесь не являемся мы таким исключением, везде, то есть это именно отношение к тому, что ты принадлежишь к этому миру, и все, и ты не сможешь от этого отказаться, вот опять-таки. И татуировка в криминальном мире, она более распространена, потому что здесь она позволяет человеку сразу считать, она позволяет увидеть, кто он, чем он занимается, какая его условно говоря такая воровская профессия, там, какие у них истории в его были жизни, и так далее, и так далее. То есть это такой своеобразный документ. Типологически это, в принципе, тоже, по смыслу, то же самое, что татуировки у каких-то вот традиционных культур, традиционных народов, то есть такой своеобразный паспорт. Другое дело, что если там у Маори это у всех, условно говоря, все они на себя смотрят, это нормально, то вот здесь это именно вот такая вот, ну, маргинальная часть, давайте скажем так. Ну, тем не менее, так понимаю, эта маргинальная часть составила след на немаргинальной, и часть, по счету этой культуры уже к обычным людям перешло. Да, перешло. И вот в этом-то иногда возникают такие сложности, потому что в традиции криминальной татуировки сложились определенные визуальные образы, которые связаны с теми или иными делами человека, с теми или иными событиями, и человек, не имеющий к этому отношения, не знающий, вот это, по сути, инокультурный, то есть что-то себе делает, что его визави, относящимся к другому социальному слою, может быть, воспринято как что-то агрессивное или как что-то, за что нужно ответить, что нужно доказать, что ты имеешь на это право. Фактически можно сказать, что вот татуировки криминальные, это вот как, ну, грубо говоря, как для нас татуировка японская. Японцы понимают, что это такое, мы смотрим другими глазами. То же самое здесь. Обычный человек, ну, не настолько знаком с тонкостями именно криминальной татуировки, это репархия специалистов, там, те, кто это изучает и те, кто так или иначе пользуется этими знаками для, ну, в том числе, там, поиска преступников и так далее, и так далее. То есть, это вот такая, как бы отдельная культурная локация, давайте скажем так. Поиска преступников, то есть, доходило до того, что человек набивал себе что-то, что обозначало, там, я убийца, например, и таково легко было потом найти, понять, что-то он. Нет, но это уже, в большинстве случаев, такие татуировки делаются уже по факту, в тюрьме, но бывало так, что, собственно, есть такая практика, когда какие-то определенные, недостойные татуировки потом пытаются так или иначе свести. Это вполне естественно. А какие вот криминальные татуировки, что вот вы можете назвать, какие-то отличительные, вот где, на каких частях, еще, наверное, часть тела имела значение, где это делали? Ну, я небольшой специалист в криминальной татуировке, скажу честно, поделитесь тем, что знаете. Скажу честно, но такие совершенно общие вещи, то есть, это стандартный вариант изображения храмов. Кстати, христианская символика очень распространена среди, между прочим, криминальных сообществ во всем мире. Это тоже не только российское, это общий момент. Это изображение храмов, ну, это стандартное, там, сколько куполов и так далее. И очень много изображений, связанных с игральными картами. Вот, причем, есть версия, что изображение креста в татуировках криминальных, оно изначально не христианское, оно лишь со временем обросло образами там, христа, дьявы Марии, изначально оно было связано именно с карточной мастью. А что чем выше номинал карты, тем ты выше в половой иерархии? Ох, тут я не сильна, тут я боюсь, да, так что-то случайно не то сказать. Но вот различные карточные масти, плюс, так или иначе, какие-то знаки отличия, типа там, и палеты на плечах и так далее, и так далее, это демонстрирует рост, скажем так, человека просто по этой такой иерархической лестнице в криминальной среде. Я имею в виду, что если ты на пляже увидишь человека с какой татуировкой надо подальше бежать от него? Сейчас, наверное, такого нет. Такого нет. Потому что вполне возможно кому-то просто безумно понравился рисунок или в силу каких-то личных причин человек это сделал. Человеку может нравиться храмы на спине просто. Да, да, почему бы и нет. Согласен. А потом каждый год по куполу добавлять. Если говорить про татуировки не криминальные, а татуировки каких-то субкультур у нас, молодёжных, наверное, по большей части, что можно здесь сказать? Опять-таки, всё как и было, ничего не изменилось. Что у кого появляется, в какое время, какие субкультуры, татуировки? субкультура, это где-то, наверное, 70-е, 80-е, так более активно. Это просто стремление, ну, нет, даже на 60-е, это просто желание бунта естественного, то есть показать, что ты не такой и обозначить кому-то присоединиться. Татуировка вот именно в таких вот субкультурах, она очень часто это стремление найти, чтобы показать, что ты нашёл своих, и вот ты теперь с ними. Потому что это, естественно, такой протест против общества, но протест не в одиночку, а вот есть группа товарищей, с которыми мы вместе. Вот, и они могут быть самыми разными, они могут быть как общими, так какими-то локальными, совсем, ну, собралась там группа каких-то подростков, условно говоря, и вот они для себя решили, что они все вот это будут делать. Вот какой-то конкретно определенный знак. А, ну, а какие-то, может быть, крупные такие субкультуры и знаки, которые их отличали, которые можно назвать? Что, что, кто на своём теле оставлял? Ну, наверное, не знаю, можно ли назвать субкультурой байкеров, наверное, нельзя. Да нет, можно, мне кажется. Но у них были достаточно, и были и сейчас распространены, то есть всё, что связано с таким священием свободы, то есть там волки и всё тому подобное, вот такое вот желание продемонстрировать свои влечения, свои стремления. И, собственно говоря, по таким рисункам человек тоже узнаёт свой чужой. Это такой сообразный отзыв-пароль. То есть татуировка это тоже знак, который позволяет найти своего среди чужих. А так, наверное, есть у каждого абсолютно, у каждой такой вот группы. Другое дело, что вряд ли они прям все так активно демонстрируются на публику. То есть мы сейчас, выйдя на улицу, не видим сплошняком всех покрытых татуировками. В большинстве случаев, там, не знаю, работая где-нибудь в офисе, вы можете даже не догадываться, кто рядом с вами. Кто рядом с вами, да. Причём, кстати, позвольте ещё один такой маленький заворот ещё раз в Японию. Если обратить внимание на такие именно японские татуировки криминальные, вот именно Якудзо, вы всегда увидите, что они сделаны так, чтобы в костюме ничего нигде не было видно. То есть обыкновенный костюм, вот подразумевающе, что виден ворот немножечко, там видны руки, и никогда вы не увидите рисунок. Поэтому вы не знаете, что вокруг вас. Может быть, вокруг вас ходят люди полностью покрыты рисунками, а вы даже ни сном, ни духом. Вот такая мысль. Если татуировки наносили как знак отличия, как выделение себя из общей массы, то сейчас они так сильно распространились. Не потеряло ли это смысл? Потому что выделяются абсолютно все. Да, сейчас выделяется тот, у кого нет татуировок. Да. Да, вот это именно уход в эстетику. То есть татуировка стала восприниматься как что-то красивое. И вот особенно это в конце 20-го, ну и 21-й век, когда человек делает татуировку, не потому что вот нужно или что-то еще или какие-то определенные вещи, а потому что ему это безумно нравится, он считает, что это будет красиво. И в этом плане татуировка действительно она утратила во многом свой вот изначально такой сакральный смысл. И даже статус татуировщика изменился. То есть если раньше это был вот именно тот, кто связан с какими-то обрядами, потом это был тот, кто в принципе мог вам нанести какой-нибудь там рисунок в порту где-нибудь, то сейчас зачастую это художники очень высокого уровня. То есть это известная шутка, тату-мастер, он отказывается делать какую-то банальную надпись, потому что он таким не занимается, он художник. И это в принципе вот такое новое явление. То есть художник в качестве объекта, на который наносится изображение, выступает человек. То есть по-другому осмысляется тело и художником, и самим человеком. Это уже чистое искусство. Мы же знаем из истории, что картины некоторые полотна закрашивали, сверху рисовали новое. Так делали великие мастера, да, просто отсутствие банально бумаги, да, полотен. С татуировкой можно ли так сделать? И насколько сегодня, если вы знаете, можно её без следа убрать из себя? Без следа практически след всегда остаётся. Наверное, это хорошо. Это даёт определённое... По крайней мере, чтобы ты помнил о том, что ты её сделал. Да, это определённая доля ответственности. И даже если это была ошибка, ты это будешь помнить. В большинстве случаев можно какие-то неудачные вещи или изменившиеся со временем всего разных причин. чаще всего гораздо проще исправить. То есть перекрыть другим рисунком, что-то изменить, какую-то там юношескую ошибку превратить в что-то такое, что не страшно увидеть в зеркале. Куда движется искусство тату, каким оно будет через несколько лет, и как, допустим, повлияло на это появление цвета в татуировках? Это модно сейчас или всё-таки чёрные по-прежнему в тренде? Есть и то, и другое. Тут трудно сказать, что наиболее популярно, они совершенно разные. Наверное, всё это будет постепенно, на мой субъективный взгляд, всё-таки превращаться именно в полноценную сферу искусства. Оно, в принципе, такое уже есть. То есть вы вольны это любить, вольны не любить, хотите делать, это ваше лично, вы можете пойти на конвенты посмотреть, вы можете вообще никогда в жизни этим не интересоваться, как любым другим видом искусства. Но татуировка вот именно она постепенно превращается в арт, арт-объект, арт-проекты какие-то. То есть, наверное, всё-таки вот такой путь, но всё равно же остаётся вот это сакральное, оно обязательно будет. Оно может отсутствовать вот в этих вот художных формах, но многие люди не готовы физически и финансово, да и эмоционально на какие-то прям превратить себя в фиктинскую капеллу. Для людей зачастую всё-таки важен этот момент моё лично. Я это делаю не для того, чтобы показывать. Я это делаю, потому что мне почему-то это нужно. Таковь, мне кажется, останется навсегда. Ну, мне кажется, прекрасное завершение нашей программы. Мы тоже надеемся, что мы останемся, пусть не навсегда, но, по крайней мере, надолго. Вот, да. Спасибо огромное. Спасибо. За то, что рассказали нам про мир татуировок, погрузили нас в историю. Спасибо.